Макияж И мне очень-очень хочется домой именно летом Потому что, как я сегодня вам расскажу, Япония Лучше сюда не приезжайте летом, никогда не советую никому Я думаю, многие знают, что я из Одессы И у нас в Одессе тоже летом жарко И у нас тоже море, поэтому у нас тоже относительно влажно Но японское лето, это не передать словами, насколько ужасно в плане температуры и влажности И начнем с того, что в Японии лето делится на две части Первая это шока или же хацанацы, что пишется вот так вот И обозначает первое, либо же начальное лето Что, в общем-то, является первыми двумя-полтора месяцами лета Это июнь и до середины, начало примерно июля Это период сезон дождей в Японии Каждый день ужасно пасмурно, каждый день льются дожди Каждый день ужасная влажность И при этом все еще не настолько жарко Но за счет влажности и дождей невероятно парит Что буквально чувствуешь себя, как будто ты в пароварке постоянно Поэтому, если вы собираетесь ехать в Японию в начале лета Скорее всего, вы не сможете пасти в какие-то хорошие места на открытом воздухе Те же храмы, те же какие-то лунопарки, Диснейленд и так далее Только потому, что реально каждый день льет дождь Самое, пожалуй, хорошее, то, что мне нравится в начале японского лета Это то, что цветет гортензия Поэтому можно поехать посмотреть на гортензию Если все-таки вы приехали в начале лета Но, пожалуй, кроме этого, мало есть на что смотреть После шока или же хаценацы Начало лета Начинается настоящее лето Оно буквально так и переводится Это манацы И что из себя представляет манацы Настоящее японское лето Это после конца сезона дождей Проходит араши, то есть шторм А всегда при смене сезонов В Японии проходит какой-то шторм Сильный ветер И температура, и вся погода меняется буквально радикально За один день после этого шторма Поэтому в конце сезона дождей Проходит шторм И внезапно Ужасное солнце И ужасная жара И при этом влажность никуда не пропадает То есть японское лето все время влажное Будут дожди или не будут дожди Это не важно Постоянно здесь очень влажно Еще одна ужасная вещь насчет японского лета Это то, что здесь Мало того, что жарко Мало того, что влажно Здесь еще и воздух не двигается Никогда Никогда Не едьте в Киото Кобе И Нара То есть Кансай Потому что Какими бы ни были дешевыми билетами Они не зря дешевые в это время Даже японцы не берут билеты в Киото Во время лета Потому что Эти города Находятся в котлованах Скажем так Вокруг этих городов Горы Поэтому там Воздух свежий вообще не Присутствует Там все Как будто в пароварке Перейдем к следующей вещи Которая ужасна Насчет японского лета Это То, что Те, кто не любит насекомых Сюда вообще должны не приезжать летом Потому что Здесь насекомые везде Влажность Очень сильно на это влияет И Цикады Которые вы сейчас слышите У меня за окном Я очень люблю их звук Как они поют Но Вы знаете Как выглядят цикады? Когда я впервые узнала Как они выглядят Мне уже Они меньше начали нравиться Цикады выглядят вот так вот До того Как они выползли Из своих панцирей И у них появились крылья Они выглядят Как какие-то непонятные Отвратительные Инопланетянские жуки И они ползают повсюду Выползают из-под земли Дети ходят Их собирают Все это Собирают в коробочки Потом Они выползают Из своих панцирей И дети ходят Собирают их панцирей И делают из них Какие-то поделки Ах, я не смогу быть Мамой в Японии И еще одна вещь Насчет японских насекомых Летних Это тараканы У нас есть стереотип То, что тараканы Водятся в грязных домах Там, где мусор Что тараканы В общем-то Любят грязное место Поэтому Когда у тебя дома тараканы Все думают Что у тебя, наверное, дома грязно В Японии Это не так Тут даже нет понятия Такого, что Тараканы там, где грязно А потому что Тараканы по факту Могут жить везде И в Японии За счет того, что влажно Тараканы тоже Живут везде Тараканы обожают влажность Поэтому в Японии В многих домах И квартирах Неважно, как у вас чисто И вы там Все, каждый день убираете Заводятся летом тараканы Потому что Летом они вообще везде Ты на улице идешь Тараканы ползают По дороге Вот так вот Это вообще ужасно Причем эти тараканы Они не такие, как у нас В Украине Они огромные И они летают Они прыгают Боже, я сейчас умру Тараканы в Японии Огромных размеров вырастают Вот такого вот размера Я видела таракан Недавно И это все ужасно Потому что Как я сказала Они прыгают И они тебя могут Атаковать Они не убегают Еще я сама виновата У меня есть привычка Я не люблю Находиться в помещении Где воздух всегда один и тот же Я люблю открывать окно Но даже летом я открываю окно И они заползают И они заползают через окна Такого размера Такого размера Реально Реально Такого размера Такого размера Аааа При том, что я не могу сказать Что я боюсь именно тараканов Но я боюсь пауков, которых тоже в Японии много, но тараканов я не настолько боюсь, но когда они вот такого размера, кажется, что он тебя может съесть. Да, детка. Мы его тогда словили, и в этом году, опять-таки, я открывала окно. Не открывайте окна летом. Вообще не открывайте окна летом в Японии. И вообще не только летом. Не открывайте окна. В общем-то, к нам, опять-таки, заполз таракан. Причем я смотрю в окно и вижу, как он заползает. Вот такой, опять-таки, огромный таракан через окно. И я паникую, не знаю, что делать. Хочу его словить. Как-то, в общем-то, зову его, чтобы мне помог его словить. И этот таракан бегает, блин, по всем стенам. В конечном итоге возвращается к окну и прыгает из окна сам, потому что ну вас! Нельзя здесь спокойно пожить. Кроме тараканов, здесь еще очень много других насекомых. Летом те же сороконожки, потому что, опять-таки, сороконожки любят влагу. И вообще все насекомые любят влагу, поэтому да, японское лето не для тех, кто не любит насекомых. Комары. Кстати, комары это такой спорный оброс. Я некоторых людей слушаю и они очень много жалуются, что так много комаров, так много комаров. В Японии у нас здесь комаров нет. Потому что я живу рядом с рисовыми полями, по идее тут в них должны расти комары, но у нас почему-то очень мало комаров. Поэтому Японии лето это не самое лучшее время года и Япония не самое лучшее место, чтобы провести свой летний сезон, летний отдых. Потому что, опять-таки, жарко, влажно, насекомые, нормальное море не покупаешься. Лучше поехать куда-нибудь в Одессу. Но, опять-таки, если вы хотите приехать на летние фестивали, летние фестивали в Японии летом, это очень интересное, красивое зрелище. Так что, если вы можете перенести эту жару насекомых и все, что я только что перечислила, приезжайте, посмотрите на летний фестиваль. И от этого, думаю, стоит хотя бы раз приехать. Всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Всем пока! Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал Изумичан Чаннел, а также мою группу ВКонтакте Япония изнутри. Также у меня есть Инстаграм и Твиттер. Подписывайтесь, а свои рисунки из надписи Изумичан Чаннел присылайте мне в альбом в группу ВКонтакте. Ссылки на все это внизу в описании видео. Всем пока!